Гильермо Ригонда 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 Может быть, определенное преимущество количества точных ударов на счету Бориса Кузнецова. Но вот видите, тоже попадает иногда в Аруинг. Он хорошо закрыт, но Борис Кузнецов в этом раунде, как и в первом, работает первым номером, ищет брешь в защите финица, чтобы удачно атаковать. Очень такие растянутые атаки у Аруинга. И если он пошел вперед и не ударил, то есть не попал, он уже не успевает закрыться. И вот эту контратаку Кузнецова перехватить. Сейчас как раз два раза примерно по одному и тому же сценарию все произошло. Но, правда, затем Кузнецов два удара пропустил. Мне кажется, что вот в этом поединке уже не так оправданно руки держать внизу. То есть где-то, может быть, внимание не такое большое Кузнецов уделяет защите. Дело в чем, возможно, ему вот с этой позиции более удобно, быстрее достать спортсмена, боксера. В этой весовой категории два олимпийских чемпиона у сборной Советского Союза уже были. В 1956 году Вадимир Сафронов выиграл золото. А 8 лет спустя, в 1964 году, Станислав Степашкин. Сейчас очень неплохо, что уже практически в момент гонга удалось ударить Кузнецову. То есть закончить раунд своим ударом. Третий заключительный раунд. Третий заключительный раунд. Борис Кузнецов постоянно держит на острие кинейца от своей атаки. И это использует. Чувствую дистанцию. Он тут же наносит полезные для него удары. Мне кажется, что африканцу немножко не хватает решительности. Боксирует, ну, условно, держа в голове такой принцип. Я шучу, конечно, но возникают такие мысли, как бы чего не вышло. Несколько хороших ударов Кузнецов наносят. Надо только отходить, успевать после атак, потому что длинная рука у Варуинга. И, разумеется, на выходе он достает. Тем более, что еще и шаг вперед стал делать то, чего не делал в первых раундах. Снова с левой попал в Варуинг. Еще один удар. Замечание углу. Слишком громко тренеры себя ведут. Интересно, что практически нет ударов в корпус. В этом поединке. Хотя, казалось бы, Кузнецову тут должно быть удобно. Да. Чувствуется напряжение. Вы слышите, как, наверное, члены нашей сборной там скандируют «Боря-боря». Ну, члены сборной команды, болельщики. Все время держит его в напряжении и тут же атакует. То есть не дает шанса атаковать кинильцу. Услышал, по-моему, Борис Кузнецов, как ему подсказали, что пошла последняя минута раунда. И концовку провел лучше. Поскольку мы с вами уже знаем счетку, наверное, нет смысла тут особенно держать зрителей в неведении. Со счетом 3-2 Кузнецов одерживает победу, становится олимпийским чемпионом. И как вы считаете, вот действительно ему помог тот факт, что, скажем так, последние полминуты заключительного раунда он явно выиграл? Ну, третий раунд заметно за ним был. Первые два раунда, как бы, позиционная борьба была. Но в то же время минимальное преимущество было Кузнецова. А вот третий раунд, если вы видели, он просто был постоянно в атаке, не давал никаких шансов атаковать и контратаковать своему оппоненту. Поднимает рефери руку Дариса Кузнецова. Немножко странно, что, объявляя решение, диктор только лишь сообщает, что победа по очкам и при этом не называет счета. Ну, зал, то есть, зал недоволен. Зал считает, что надо было победителем Лоуинга объявить. Я думаю, третий раунд решил.